Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости регионов в студии Виталий Барташевич. Итак, коротко о главном. Последние выстрелы Великой Отечественной войны отгремели много лет назад, но 22 июня навсегда осталось в нем памяти и скорби. В Беларуси завершается приватизация жилья. Последний срок подачи заявлений – полночь 30 июня. Известный грузинский велопутешественник Нодар Беридзе посетил Пинск. Я крепость, веду бой, держу оборону. Эти слова даже через 75 лет в сердце каждого из нас отзываются особым трепетом и скорбью. Ранним утром 22 июня 1941 года пограничный Брест принял первый удар немецкой армии в славной и героической цитадели, которую Гитлер рассчитывал захватить за каких-то 8 часов. Однако он не учел самого главного – уникальной внутренней силы духа и неподдельного патриотизма русского человека, в котором жили слова великого новгородского князя Александра Невского «Кто с мечом к нам придет, отмеча и погибнет». Последние выстрелы Великой Отечественной войны отгремели много лет назад, но 22 июня навсегда осталось днем памяти и скорби. Ежегодно в цитадель приезжают те, кому не безразличная история, те, кто считает подвиг советских солдат и верно хранит в своем сердце память о героическом прошлом своего народа. На протяжении многих лет в Бресте существует хорошая традиция – встречать ночь с 21 на 22 июня в стенах цитадели. И это не просто традиция, это долг, это ответственность, это память, которая передается из поколения в поколение. Кто-то преодолевает тысячи километров для того, чтобы складить голову у вечного огня и вспомнить тех, кто здесь в стенах крепости начал ковать большую и такую долгожданную победу. Кто-то, несмотря на столь ранний час, приходит сюда, чтобы вспомнить товарищей, потерянных в годы Великой Отечественной войны. Кто-то ведет в крепость своих детей, внуков, правнуков, чтобы рассказать им, какой ценой достался нашей стране мир. В память о каждом, кто погиб в первые дни войны, брещане зажгли свечи и лампады. Я считаю, что это связь поколений. То, что вот сейчас ветеранов мы не забываем и помним, то, что вот сейчас помним, вспоминаем те, кто погибли, кто защищали, брест защищали нашу родину. То, что мы защищали и защищаем сейчас на сегодняшний день, это святое, это великое, это правильное. И поэтому я думаю, что и даже те, кто будет сейчас писать историю нашу, это наши дети все. Глядя на нас, наверняка они напишут правильно то, что душа подскажет и сердце. Это память. Это память, память, память. И я хочу эту память передать и внукам, молодежи, и все, чтобы помнили. Чтобы все же это стоило для нас большой крови. Мы были здесь год назад с внучкой на 70-летие празднования Победы в этом городе. А вот в эти дни я приехала с внуком в такую ночь на тебя спать. Это память о пограничниках Брестской крепости. Не ради славы, а ради жизни на земле погибали защитники Брестской крепости, порой не сохранив для нас даже своих имен. Безымянными рядовыми бойцами Родины почти все они полегли на крепостных камнях. Здесь пролег рубеж бессмертия. Здесь на Брестской земле начала коваться победа. Вспомнить каждого поименно. Тех, кто жизни своей не щадя шел в бой, понимая, что за спиной большая страна, Родина. Сегодня каждый из тех, кто навечно остался в земле Берестейской, охраняя Отечество, на века внесен в списки героев. Подвиг солдат-цитадели останется в памяти потомков на многие годы. То, что я сынам расскажу, дочерям поведаю, гордо жив на земле. На свободы, на деду, воюют всегда для нас в реке. Есть кричьеровецкая, духа вашего героя и крепость Брестская. Сегодня такой день, день скорби и светлой памяти о тех, кто защищал эту землю и не вернулся, защищая, отдал свою жизнь. Поэтому я пришел почтить геройски погибших людей за наше Отечество. Конечно, вечна память всем тем, кто погиб, защищая нашу страну. И вот мы отпраздновали 70-летие Победы. Это знак величайшей признательности, которая была обеспечена, конечно, большими жертвами для нашего государства. Памятные ленты кладутся на гранитные плиты, возлагаются цветы к вечному огню. Пограничники на БТРе едут опускать венки в воды Буга. Молчаливое мы помним, и память эту не перекроить. История легендарной цитадели объединила русских, белорусов, украинцев, грузин. Всех тех, кто именовал себя гражданами великой страны – СССР. Брестская крепость навсегда останется общей славой, общей болью, общей памятью. Об этом не раз говорилось во время митинга Рейквейма. Память – вот основа истории любого государства. Память о героях – это долг каждого из нас, наследников солдат Победы, которая начала коваться здесь, на берегу Западного Буга. Здесь гитлеровским войскам стало ясно. Молниеносно завоевать эту огромную страну просто невозможно. К сожалению, эта война не стала последней. И сегодня во многих странах гибут люди. И по-прежнему есть желающие поиграть военными мускулами. Я призываю всех, в первую очередь молодежь, сохранить память об уроках Великой Отечественной войны и никогда не допустить ее повторения на нашей земле. Конечно, представить на самом деле, какой ужас пережили защитники крепости, сегодня невозможно. Однако, благодаря традиционной реконструкции, в которой в этом году было задействовано более пяти сотен участников, жители и гости областного центра смогли хотя бы на миг прикоснуться к этому эпизоду истории. Теплая июньская ночь 2016-го напоминает ту, что была здесь в трагическом 41-м. Взрывы и выстрелы прерывают счастливый бег времени. И перед глазами 41-й разворачивается напряженный бой. Грохочут орудия, взрываются снаряды. Сложно представить себе что-то более эмоционально насыщенное, реальное и сильное по самой своей сути, чем смоделированное в настоящем первые часы Великой Отечественной войны. И реконструкция не просто важная составляющая знаковой даты. Это еще и возможность понять, через что пришлось пройти защитникам нашей Родины, почувствовать гордость за героическое прошлое, и осознать, насколько бесценным богатством является мирная и спокойная жизнь на суверенной и независимой белорусской земле. Участника 2-го Минского областного экологического форума принимал Несвежский район. Напомним, старт марафона был дан год назад в Солигорске. В этом году эколого-патриотический марафон посвятили Годы культуры и Дню независимости Республики Беларусь. Форум объединил 150 человек. Участникам предложили пройтись по эко-маршрутам в трех направлениях – социальных, производственных и культурных объектах Несвежского района. Все подробности далее. Любить и беречь родную землю, сделать ее чистой и красивой – собственно, это и есть главная цель, которую ставят перед собой организаторы марафона. От имени областного совета депутатов, от имени областного исполнительного комитета, от губернатора области Семена Борисовича Шапира, которые, как и вы, уделяют очень много внимания прелестям нашей области. Как бы старинным, так и вновь созданным. Хочу поблагодарить всех вас за то, что вы занимаетесь сохранением нашей экологии. Ведь мы самая богатая страна. В Беларуси самые большие залежи пресной воды. Когда у некоторых закончится нефть и другие ископаемые, мы сохраним свое богатство. Идейным вдохновителем экофорума в Минщине, вот уже на протяжении нескольких последних лет, является Мария Худая, председатель Минского областного координационного совета общественных объединений и политических партий. Не понаслышке знает толк в экологии. За ее плечами многолетний стаж работы в сфере охраны окружающей среды. Второй областной эколого-патриотический марафон посвятили Году культуры и Дню независимости страны. Неразделимо сегодня слово культуры от всего того, что происходит в целом вокруг нас. Культура поведения, культура производства, культура на рабочих местах. Именно благодаря тому, что Несвежский район является одним из лучших не только в области, а я бы сказала, и, наверное, в республике. И то, что по итогам 2015 года он занесен на республиканскую доску почета, это говорит о многом. Хочется работать, трудиться, проумножать и гордиться этой землей. Я хочу сказать, что Несвежская земля славится не только в своем крае, но и на уровне области, республики и за пределами нашей страны. Сегодня у нашего района, у нашего города Несвежа, 21 город под партнер 15 странах мира. На день Несвежский район стал центром слета юных экологов Мещини. В марафоне приняли участие 150 участников. Организаторы сформировали несколько маршрутов, где предложили ознакомление с дендропарком Несвежа, работой очистных сооружений, биогазовой установкой в агрокомбинате СНОВ. Также в списке посещений – зона отдыха «Тихая заводь», дом культуры, бассейн, развлекательный центр и городейский сахарный комбинат. Мы готовились очень долго, мучительно, конечно, учили все. И вот сейчас мы проводим вот такой вот квест. Будущее зависит от молодежи, и мы должны всеми силами ее беречь, сохранять. Я участвую впервые. Нужно для того, чтобы сохранить нашу природу, чтобы она была чистой, аккуратной. Мастер-классы, презентация исследовательских проектов и выставки – это небольшая часть программы форума. И все с заботой об окружающей среде. И в этом мы все привезли на выставу, на экологичный форум, как показать, чем живет наша клетчина. Вот что мы гадуем, как наши детки рыхтуются. И в дальнейшем мы будем такими знакомитыми экологами. Подводя итоги марафона, гостей ждал сюрприз. Учащиеся Несвестского района презентовали зрителям экологическую программу «Пусть будет мир прекрасен». Хедлайнером программы стал показ моды. Надев костюмы из турстерья. Детвора попыталась вдохнуть новую жизнь в мусор. Основой для модных фасонов стала бумага, картон и пакеты. Я знаю, что это как бы то, из чего делают наряды. И получается экономит то, что можно выкинуть в мусорку. Из бумаги можно сделать что-нибудь полезное. Например, розы из бумаги можно сделать или какое-нибудь платье. На бумагу уходит очень много деревьев, а деревья помогают нам жить, дышать воздухом. Финальным аккордом эколого-патриотического марафона стало награждение победителей за практическую реализацию эколого-патриотических проектов, за работу в области охраны окружающей среды, за пропаганду экологической культуры с дипломами и подарками Миноблсполкома были отмечены активисты в числе награжденных и Солигорский телеканал. Это, наверное, работа не только за мою личную работу, а за всю работу, которая проводится в нашем районе, в которой я стараюсь принимать участие. С силами наших, и эколого-биологический центр, и школы многие, и созданный музей природы в Завшинской школе, энтомологический музей и много-много других таких заведений, которые оказывают помощь в экологическом воспитании наших детей, в первую очередь в Москве. Выполняла я эту работу как символ того, что лебеди – символ свободы. И так же, как наша страна, я хочу, чтобы наша страна была свободна. Я очень рада, что победила. Я не ожидала этого. И горжусь тем, что мне помогали мои руководители. Сегодня экологическую науку преподают в каждом районе Минской области по разным направлениям. Перенимать знания и опыт у старшего поколения, выдвигать новые идеи и проекты, которые выведут экономику, культуру и науку государства на новый, более высокий уровень. Эта работа будет продолжена, и уже через год форум снова объединит молодых инициативных людей. Местом встречи станет другой город. Область прежняя Минская. Открытое акционерное общество «Полесье» получило заказ на пошившкольные формы для учащихся не только Белоруссии, но и России, и Казахстана. Уже сейчас на предприятии ведется работа по выполнению заказа. Подробности в нашем сюжете. Несмотря на то, что этот учебный год уже закончился, в открытом акционерном обществе «Полесье» уже начали подготовку к следующему. Ведь предприятие выиграло тендер и получило крупный заказ на изготовлении пошившкольной формы для школьников и гимназистов из Белоруссии, России и Казахстана. У нас разработана зимой 2016 года коллекция школьной одежды для мальчиков и девочек. Непосредственно сейчас она находится в производстве. Заказы есть гарантированные. Это непосредственно от клиентов белорусской школы, гимназии порядка 12 тысяч штук изделий, жакетов и жилетов. Российская Федерация около 15 тысяч штук. И 4,5 тысячи на рынок Казахстана. Рынок Казахстана новый для пинского предприятия. И в дальнейшем сотрудничество в этом направлении будет продолжено. Что касается российского рынка, то за последние пять лет совместной работы это первый крупный поступивший от Российской Федерации заказ. Если говорить о внутреннем рынке, то здесь пинское предприятие уже давно себя зарекомендовало. Коллекции в основном выполнены из хлопко-нетроновой пряжи. Есть несколько моделей из полушерстяной пряжи. Очень активно наша работа велась и ведется именно по предложениям нашим гимназиям и школам в едином стиле, с единым логотипом, с какими-то особенными цветовой гаммой, которая будет предназначена для той или иной школы. Эта программа у нас уже практически 2-3 года. Она набирает темпы и каждый год именно заказы, гарантированные от школы нашей страны, они увеличиваются. Требования к школьной форме – это прежде всего практичность, изнастойкость и строгость стиля. К тому же многие школы и гимназии, будь то в Беларуси, России или Казахстане, имеют свою эмблему. Это также будет учитываться в процессе изготовления. Основное требование, которое предъявляет любой заказчик по школьной форме – это ее пилингуемость, носибельность, формоустойчивость, чтобы выдерживала одежда многократные стирки и не пилинговалась. Поэтому мы также проводили ряд работ в части пилинга, проводили и антипилинговые покрытия, увеличивали крутку пряжи для того, чтобы форма, по крайней мере, год ребенок мог относить, и родители каждую неделю, если желают, постирать, чтобы внешний вид изделия не портился. Уже сейчас на предприятии ведется работа над заказом с тем расчетом, чтобы своевременно заполнить склад, а с 10 августа начать поставку заказчику. Мужеством своим в бессмертие шагнувшим. Под таким говорящим названием военнослужащие Института пограничной службы завершили молодежный проект, приуроченный к 75-летию подвига пограничников в первых боях на государственной границе. У терраспольских ворот мемориала «Брестская крепость герой» прошла акция «Боевой расчет», посыл которой помнить и никогда не забывать тех, кто отдал свои жизни ради мира на земле. Все было спланировано, но держалось в тайне. Согласно установкам главаря нацистов Гитлера и его сообщников, вооруженная агрессия против СССР должна была стать особой войной за жизненное пространство на востоке. В этой захватнической войне открыто делалась ставка на физическое истребление большинства советских людей. Уничтожить, стереть с лица земли – ставка на неожиданность, мгновенность. Без объявления войны они вторглись на наши земли. Первыми приняли на себя удар брестские пограничники. 17-й погранотряд. Герои, мужеством своим в бессмертии шагнувшие. 51 боец Красной армии 1941-го 21 июня 2016-го стоял в строю. Для них был проведен боевой расчет и вместе с сегодняшними пограничниками они вышли на защиту государственных рубежей, как 75 лет назад. Их подвиг бессмертен. Они погибли, но память о них живет и будет жить, пока мы помним о них. Лейтенантах и капитанах, сержантах, майорах, офицерах и рядовых. Это цель акции, которую инициировали военнослужащие Института пограничной службы Республики Беларусь. Сама акция, которая сегодня апофеозом являлась именно молодежного проекта, мужеством своим бессмертием шагнувшим, акция «Боевой расчет», она родилась, скажем так, в дань памяти тем пограничникам, которые сложили свои головы действительно 22 июня, да и в последующие дни на пограничных заставах Белорусского пограничного округа, которые, некоторые из них, которые имена даже их были беззаветно, скажем так, и незаслуженно забыты. Мы находим родственников, пограничников, работаем в национальных архивах Республики Беларусь по, скажем так, возданию памяти, возрождению этих имен и вот эта акция «Боевой расчет», она, скажем так, стала апофеозом этой работы. Мы планируем ее проводить ежегодно. На боевом расчете присутствовали многочисленные гости, брещане, россияне, учащиеся патриотических классов, военнослужащие сегодняшние и те, кто в отставке. Среди них человек, который приходит в эти дни в цитадель уже 40 лет. Вячеслав Алексеевич Лопатин, почетный пограничник Беларуси. И уже 40 лет он сверяет часы. В 3 часа 30 минут ровно был открыт огонь по городу Устилугу. Это пригород Владимир Волынска. И в то же время был открыт огонь по пограничной заставе. Вот единственное, что я запомнил в свои детские годы, а мне был четвертый год шел, я помню, как бежал, уже все горело. Вышка пограничная горела и деревянные постройки уже горели. Это ровно было в 3 часа 30 минут. Вы так бережно, трепетно держите часы, вы сверяете минуты? Да. Я уже сверяю их здесь 40 лет. Я в 76-м году сюда прибыл и всегда прихожу на это место здесь и сверяю часы. В 3 часа 30 минут. Да. Я никогда не могу, спокойно об этом говорю. Это уже мой долг, моя обязанность. Это святое дело. Святое дело памяти. Мы помним, подтверждая тем самым, что события Великой войны не забыты, а эпоха трагических сороковых еще долго будет жить в сердцах потомков тех, кто пережил эти непростые годы. Подвиги пограничников тех лет, пограничников, которые приняли первый бой на границе утром 22 июня 41-го года, заслуживают особого внимания. Брестская крепость – это символ стойкости и нерушимости границ Советского Союза. Это символ стойкости и мужества всего советского народа. Он таким был, таким и должен оставаться. Нельзя забывать то, что свято. Всем, чтобы можно было всем поколениям передавать эту память, и она жила в веках. Главный урок войны – научиться ценить мир был получен слишком дорого. И львиную долю этой цены заплатили своей кровью известные и безымянные герои Брестской крепости. Так будем достойны их памяти. В Беларуси завершается приватизация жилья. Последний срок подачи заявлений – полночь 30 июня. С 1 июля все неприватизированное жилье перейдет в разряд арендного. Это значит, что к коммунальным платежам добавится арендная плата. Как завершается процесс приватизации в Солигорском районе, узнавала наша съемочная группа. Приватизация Государственного жилищного фонда в Беларуси началась в 1992 году. Более 24 лет те, кто проживал в государственном жилье, имели возможность обратиться с заявлением о передаче квартиры в собственность. Процесс активизировался в последние два с половиной года, когда была названа дата завершения приватизации. Несмотря на приличный срок действия компании, часть жилфонда до сих пор остается неприватизированной. В Солигорском районе это порядка 800 квартир – полтора процента жилфонда. В основном, скажем так, квартиры, в которых проживают и зарегистрированы пенсионеры, также граждане, у которых имеется большая задолженность за коммунальные платежи, то есть, скорее всего, не совсем благополучные семьи. То есть, ну, те граждане, которые хотели и имели возможность, они уже обратились с заявлением. По мнению и занятых в процессе приватизации специалистов, все, кто хотел приватизировать квартиру, уже подали заявление. Тем, кто этого не сделал, работники Солигорского расчетно-кассового центра трижды лично вручали уведомления. И все же в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства решили в последний месяц продлить режим работы службы «Одно окно». Это первая инстанция, куда обращаются желающие приватизировать квартиру. Весь июнь здесь принимают заявления в будни и выходные с 8 до 20 часов. А последние 4 дня месяца «Одно окно» будет и вовсе работать по 18 часов – с 6 утра и до полуночи. В Солигорске ажиотажа на подачу заявлений нет, но процесс активизировался. В день обращаются до 15 человек. С начала июня о своем желании приватизировать квартиру заявили более ста солигорчан. «Первое, что нужно предоставить к нам, это, конечно же, договор найма государственного жилищного фонда. Прийти с паспортами. Все члены семьи, которые зарегистрированы, дала на жилом помещении, совершеннолетние, обращаются с паспортами. Если есть несовершеннолетние члены семьи, то приносят свидетельство о рождении. И все, желания. Они должны определиться, в первую очередь, кто будет участвовать в приватизации, желания и написать заявление». Последняя дата обращения – полночь 30 июня. С 1 июля 2016-го заявления на приватизацию приниматься не будут, а все неприватизированное жилье переведут в фонд коммерческого и выставят жильцам арендную плату. Однако это не значит, что завершится и сам процесс приватизации. Оплатить первый взнос и зарегистрировать договор приватизации можно и позже. Но если процесс приватизации полностью не завершен, то есть не получено свидетельство о государственной регистрации и не внесен первый взнос в размере 10% оценочной стоимости, с 1 июля 2016-го за квартиру все же придется платить арендную плату. Она будет включена в квитанции об оплате услуг ЖКХ. Плата за найм пока будет рассчитываться с понижающим коэффициентом. К примеру, для квартиры площадью 50 квадратных метров она составит примерно 170 тысяч рублей. Реальная же стоимость аренды без понижающего коэффициента в 10 раз больше – 1 миллион 700 тысяч. Конечно, приватизация – процесс недешевый, только первый взнос в среднем составит 25-30 миллионов рублей. Оставшиеся 90% стоимости можно выплатить в рассрочку на 40 лет. Взамен – возможность стать полноценным владельцем жилья и оставить его наследником, обменять или продать. Напомним, воспользоваться своим правом на приватизацию можно до 30 июня включительно. Велосипед набирает небывалую популярность у всех любителей здорового образа жизни. На нем можно ездить на отдых, передвигаться по городу, а можно оставить и добиваться глобальных целей. Например, участвовать в велотуре, проехать 50 тысяч километров и побывать в 50 странах. Такую цель поставил перед собой гость нашего следующего сюжета, который вечером 16 июня остановился на своем долгом пути в городе Пинске. Город Пинск – всего лишь место небольшой остановки для велопутешественника из Грузии и Нодара Беридзе. Проект «Велотура» – «Спорт за мир», организатором и участником которого он является, предусматривает три этапа. Второй этап стартовал в нашей стране 1 июня. Пройдет он по многим городам нашей страны и завершится 3 июля. «Велотур» – «Спорт за мир», миссией которого является пропаганда мира и толерантности. А задачами, популяризация спорта, здорового образа жизни, здоровой семьи, здорового общества в целом и, естественно, велосипеда. Нодар Беридзе – 45-летний грузинский бизнесмен, жизнь которого круто изменилась в 2012 году после знакомства с легендарным человеком, 14-кратным чемпионом и рекордсмером мира по отжиманию Джумбером Давидовичем Лежавой. Два года тому назад я первый раз сел на велосипеде. Я не велосипедист, начинающий велосипедист. Видно, что я не велосипедист. Значит, до этого два года я был менеджером легендарного грузинского спортсмена и велопутешественника Джумбера Давидовича Лежава, который объездил земной шар на велосипеде. У него очень такая редкая биография. В возрасте 46 лет человек смертельно заболел, а в возрасте 50 лет начали установить мировые рекорды. Джумбер Лежава и Нодар Беридзе, планируя велотуры, всегда призывали страны, через которые они проезжали, к миру между собой и толерантности. Когда я с ним познакомился, мы запланировали определенные велосипеды. Первый из них грузинский велосипедный 17-дневный мы сделали. Потом планировали евразийский в 30 странах, но начались события в Украине, которые начались, и Джумбер Давидович и я решили осуществить велотуру по Украине. Все за мир, призывам за мир, чтобы прекратился стрельба. После смерти Джумбера Лежавы Нодар Беридзе продолжил дело известного грузинопутешественника. Первый этап международного проекта велотура «Спорт за мир» прошел в начале года по территории Тбилиси, Ташкента, Баку и других городов региона. Длительность его составила 90 дней. За это время Нодар Беридзе преодолел на велосипеде почти 6,5 тысяч километров. В Беларуси во время второго тура велопутешественник побывает в 103 населенных пунктах и проедет около трех тысяч километров. Я желаю Беларуси мира в первую очередь, процветания. Давайте воевать в спорте, давайте соревноваться в искусстве, в культуре где-то вот в таком, что у нас очень прекрасно получится. Желаю мира в первую очередь. Также я популяризирую Грузию, туризм, естественно, здоровый образ жизни. Третий, заключительный и самый длинный этап продлится 670 дней. Пройдет он через 43 страны. Завершится этап 26 мая 2018 года. Своей акцией велопутешественник хочет обратить внимание общественности на важность мира между людьми, а также привлечь к здоровому образу жизни единомышленников, особенно велосипедистов. В Тбилиси в день завершения велотура 26 мая 2018 года с ветеранами спорта планируется провести Олимпиаду мира по велосипедному и другим видам спорта, в которой будут участвовать велосипедисты из всех стран, которые посетил Нодар Беридзе. Это были новости региональных телекомпаний. Мы рассказываем только о самом важном и интересном, что происходит сегодня в регионах Беларуси. Увидимся с вами ровно через неделю. Всего доброго. До свидания.